Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 1 ноября, день Садока. Был священномученик Садок, епископ Персидский. Продолжал делать священномученика Симеона. Увидел вещий сон, в котором святой Симеон предупреждал его о мученической смерти. Стоя в великой славе на вершине лестницы, касавшейся небес, святитель Симеон сказал «Взойди ко мне, Садок, и не бойся, я вчера взошел, а ты взойди сегодня». Во время гонений на христиан Садока схватили вместе с его паствой, жестоко пытали в продолжении пяти месяцев и казнили. Ноябрь месяц. Ноябрь называют «сумерки года» и «запевки зимы». Действительно, дни самые маленькие, ночи длиннющие, а зима вот-вот вступит в свои права. Сегодняшний день назвали в честь святого Садока. Его считают небесным покровителем людей, которые умерли без покаяния. Несколько веков тому назад бытовало поверье, что сегодня нечисть спускается на землю и начинает пугать прохожих. Ведьмы устраивают шабаши, а домовые треплят гривы лошадям и поднимают их на дыбы. Чтобы отпугнуть злые силы, люди сами наряжались страшных персонажей и устраивали шумные шествия, а также проводили разного рода обряды. В этот день резали кур, а вечером ели из них лапшу. Пекли специальные пироги под названием курники. Согласно народным наблюдениям, в ноябре бывает наибольшее количество осенних туманов. Приметы. Если сегодня морозный день, значит 8 ноября, в день Дмитрия Солунского будет наблюдаться оттепель. Если ночью выпал снег в небольшом количестве, но небо ясное со звездами, скоро ударят сильные морозы. Грязь на улице предвещает снегопад через месяц. Хорошо подмерзла земля перед снегопадом к урожайному году. Сегодня холодно, идет снег, весна будет ненастной и холодной. Если тепло, весна будет теплой, а зима мягкой, без сильных морозов. Насыпали корма сорокам, а не прилетели и спокойно клюют корм, это означает, что домовой никого не потревожит. Итак, теперь мы еще добавляем перчика болгарского. И опробуем вот такой суп. Кстати, вот это все надо перемалывать и есть. Здесь очень много полезных веществ, которые мы просто-напросто выбрасываем. Так. Пошел, пошел, пошел. Болгарский сок, вот уже мы почувствовали. Он тоже какой-то такой нейтральный. По своим... Геннадий Петрович, а зелень вы добавляете в соки? Можно добавить из зелени. Перемалывает соковыжималка зелень? Ну она тяжеловата, но тем не менее она может все это... Смотрите, какие стойкие ассоциации. Пошел запах помидорчика, захотелось чесночка. Пошел запах болгарского перца, он действительно сейчас пошел, сразу захотелось кинзочки. Какие стойкие у нас вкусовые ассоциации. Ну вот это вот такой интересный. Какую-то мягкость такую напоминает, да? Но женщины лучше разбираются, сейчас Таня скажет более правильный. В любом случае, здесь парочка такая. Сначала идет болгарский перец, а за ним потом уже огурец. Потому что у огурца, конечно же, отсутствует такой сильный аромат. А в болгарском перце он есть. Вы хотите еще добавить? Пока Таня не улетела, мы сюда еще добавим теперь микс огурец, помидор и болгарский перец. Да вы что! Да, это действительно такая интересная смесь соков, которая улучшит их вкусовые качества. Значит, и при этом придаст еще более какие-то целебные свойства. Итак, опять мы выключаем. Берем большой помидор, большой-большой. Пошел. И еще один. Ну давай еще один. Опа! Так, все доделали, да? Да. Теперь смотрите, все это мы перемешиваем. У нас он получился уже несколько коричневый. Коричневый, да. Интересный коричневый такой. Такой, знаете, это цвет земли по фэн-шуй считается, коричневый, да. А цвет земли – это материальное благосостояние. Я начинаю верить, что этот сок принесет нам деньги. Давайте. Давайте. А что по вкусу? А вот как раз ты и скажешь, что по вкусу. Танюша задумывалась, потому что таких вкусов в жизни не встречается. Да, это первый вкус. Землю мало кто ест. Хорошо. Пятые лунные сутки. Сегодняшние лунные сутки облагораживают и возвышающие действуют на человека. Рекомендуется подумать о вечных ценностях, идеалах и отвлечься от суетных дел. Физическую наружку сегодня дайте умеренную. Важно прогнать кровь организму, прокачать лимфу. Энергетически сегодня активен желудок. Поэтому он переварит буквально все, что в него попадет. Но это не значит, что можно есть все подряд. Наоборот, побалуйте себя изысканной, но естественной пищей. Голодать или делать пищевую разгрузку сегодня не рекомендуется. Раз активен желудок, дайте ему работу. Предпочтение отдавайте растительной пище. А вот интимные отношения сегодня не подходят. Воздержитесь от них. Шестые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует интуитивные способности нашего сознания, что располагает к разного рода гаданиям. В Древней Руси священной и вещей, предсказывающей будущее, была птица с женской головой гамма-юн. Поэтому и лунные сутки получили это название. Энергетически активны легкие. Поэтому этот день располагает к выполнению разного рода дыхательных упражнений и гимнастик. Если органы дыхания больны, то сегодня лунные сутки на лучшем образом подходят для их лечения. В этот день не переедайте, чтобы энергия, поступающая через легкие, не тратилась на пищеварение, а больше направлялась на обновление организма. Уединение молчания сегодня приветствуется. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok